Победа над разочарованием Успокаиваемся, мы привыкаем. У нас появляются временные или постоянные традиции нашего дома, нашей жизни, нашей семьи. В эти традиции и расписания иногда мы не вносим запятую, которая помогла бы нам остановиться и оценить то, что происходит. Мы просто продолжаем жить, продолжаем идти, как будто забываем. Мы живем в несовершенном мире, и это еще мало. В этом несовершенном мире есть враг души человеческий дьявол. Дьявол, Сатана, Люцифер, Лукавый. Много имен, много назвателей, но суть одна и та же. Человеку-убийца. Вор. Тот, который ненавидит душу человеческую. Я хочу сегодня глубоко посмотреть на вопрос с разочарованием и разобрать этот вопрос. Потому что нам иногда кажется, что разочарование – это просто не успело купить по хорошей цене. Разочарование – что-то пошло не так. Но потом разочарование прошло, и вроде бы все нормально. На самом деле разочарование – это как дыра в ведре. Это как дыра в твоей жизни. Ситуация прошла, но дыра осталась. Разочарование опустошает. Оно не дает тебе наполняться. Оно не дает тебе преобразовываться. И когда действия Божьи приходят в твою жизнь, в твою семью, в твою судьбу, они как бы незаметно уходят по той причине, что в твоей жизни есть брешь незаметная, невидимая для твоих глаз, которые время от времени ты понимаешь, но чаще всего забываешь. Поэтому я начал с этого местописания. Нам нужно помнить, что есть противник, дьявол, который желает нашего опустошения. Он желает разграбить нашу жизнь, оставить нас ни с чем, как в той басне у пустого корыта. Я поделюсь с вами, Симеон, тремя мыслями, и мы в каждую из них углубимся. Первое, я поговорю о ловушке. Ловушке. Как мы попадаемся в разочарование. Ловушка, которая расставлена дьяволом для нас, она инструментом для этой ловушки является воображение. Само по себе воображение, оно неплохое. Если оно является инструментом для веры, для развития, оно хорошо. Но если наше воображение начинает подпитывать обольщение и страх, тогда оно превращается в ловушку, в которой мы, попадаясь, теряем все больше и больше сил. В чем заключается эта ловушка? Как она захлапывается? Это осознание неполноценности. Неполноценность – та платформа, на которой дьявол хочет работать с тобой. Когда он сможет перевести тебя на эту платформу, тогда на этой платформе он сможет разобраться со всем, даже самым лучшим в твоей жизни, что есть, и извратить это. Когда дьявол приходит в жизнь человека, он не приходит с тем, чтобы сказать ему о его потенциале. Он приходит с тем, чтобы рассказать ему, что у него нету, или что ему не достает. И на самом деле то, что он пытается чаще всего нам говорить, не определяет целостность, не определяет суть. Он дает такую иллюзорную цель, абстрактную, чтобы мы погнались за ней. Чтобы мы начали ревностно ее ставить только ее одну и потеряли объективность. Эта цель может быть во взаимоотношениях, в финансах, в любом абсолютном роде. Когда он вносит и говорит, ты не имеешь этого, без этого жизнь твоя неполноценна. Пока ты не будешь это иметь, ты не будешь чувствовать себя удовлетворенным и полноценным. Тебе это обязательно, обязательно, обязательно надо. И мы в погоне за этой абстрактной целью теряем объективность, теряем способность рассудительности. Теряем способность вникать в то, что нам предлагают. Знаете, когда вы долго чего-то ищете, ждете и ревностно хотите, и потом вам предлагают. Самое первое предложение для вас уже кажется ответ Божий. Все, Господь пришел. Все, Господь ответил. Нет, подожди, может быть нужно посоветоваться, может быть нужно вникнуть, может быть нужно остановиться и помолиться, и может даже взять пост. Нет, нет, я уже молился об этом, это то, что мне нужно в жизни. Это точно от Бога. И потом человек попадает в ловушку. Вы знаете, удивительно, смешно до боли. Ни замужние, ни женатые чувствуют себя неполноценность, потому что еще нет мужа и жены. А некоторые замужние, женатые, чувствуют себя неполноценными, потому что нет свободы. Вот такое несоответствие. И вопрос не в их статусе. Вопрос в той платформе, на которой они живут. Они живут на платформе разочарования. Дьявол смог убедить их. Он взял хорошие вещи, и он извратил их. Эту дверь для нас открыла Ева в книге «Бытие». Она открыла эту превратную дверь, через которую сегодня дьявол начинает и продолжает работать. Он внес в ее жизнь разочарование. Он смог посеять в ней это зерно. Он начал говорить о ее неполноценности. Она жила в абсолютном мире, с абсолютными возможностями. Человек лично встречался с Богом. Этого больше никогда после этого не было, пока Христос Иисус не родился. Но она позволила себе разочароваться в идеальном мире, в идеальных взаимоотношениях. У них не было скандалов с Адамом, у них не было проблем, они не считали бюджет, они не работали в поте лица с утра до вечера, у них не было ничего, что мы сегодня бы олицетворили, как семейные проблемы. Они жили в абсолютно идеальном мире и оказались разочарованными. Если ты думаешь, что твоя целостность будет зависеть от того, сколько и чего ты имеешь, это глубокое заблуждение, которое переводит тебя на платформу разочарования. Наша целостность зависит не от того, что мы имеем. Наша целостность зависит от того, кто мы есть. Мы дети Божьи. Мы чуть позже поговорим об этом более глубоко. Сейчас же я хочу просто коснуться более этого вопроса, разочарования, его ловушки. Почему нам трудно продолжать ценить то, что имеем, и сохранять внутри этого удовлетворение? Если вы когда-то встретитесь с человеком, и он скажет вам, я всем доволен в жизни. Возможно, это правда, но временная правда. Я уверен, на 100% его жизни были моменты, когда он не был всем доволен. Я уверен, что в его жизни было искушение и испытание, когда он не ценил то, что имел, и не имел удовольствия в этом. Откуда я это знаю? Потому что апостол Павел говорит, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Другими словами, это не то, что автоматически есть в жизни человека. Это определенный процесс, это определенный труд, в котором есть определенное преодолевание. Каждая семья пройдет через разочарование. Каждый человек пройдет через разочарование. Это неизбежная стадия развития души человеческой. Я не говорю, что это разочарование будет таким красочным обязательно, таким ярким, таким контрастным. Оно может протихать тихо, спокойно, в зависимости от характера человека. Кто-то более экспрессивный, у него это все из него выливается в эмоциях, чувствах. А кто-то более спокойный, но внутри него также пробегают эти чувства. Так почему нам трудно ценить и сохранять удовольствие в том, что мы имеем? Потому что сама природа разочарования, она кроется не в душевном и не в физическом. Она кроется в духовном. Она приходит, как бы, влекомая нечистым духом, имея вот эту силу нечистого духа, имея эту власть и влияние от нечистого духа. Конечно, в Библии мы читаем о одержимых, у которых были крайние проявления их одержимости. Они бросались в огонь, в воду, делали какие-то такие. Но, по сути, одержимость – это обладание какими-то нашими чертами характера в том числе. Когда влияние дьявола распространяется на какую-то область нашу жизнь. Когда сегодня мы имеем в современном мире так много психологов, которые пытаются помочь семьям душевно, душевным, но не получается. Такое чувство, что чем больше психологов становится, тем больше становится разводов. Чем больше сегодня люди пытаются помочь другим людям, не духовно, а душевно, тем меньше они становятся способны помогать другим людям. Потому что природа разочарования внутри семьи, внутри жизни человека, она не кроется корнем в его душе просто. Она более глубоко уходит корнем в его дух. Она имеет силу, она имеет подпитку от этого. Слова, которые дьявол говорил Еве, я их как бы назвал так, слова с начинкой. То есть слова, которые имеют в себе потенциал больше, чем потенциал интеллекта, чувств, здравости, способности осмыслять. Давайте подумаем об этом процессе, хотя бы в его сравнительном характере. Если бы это было просто душевное, просто поверхностное. Я вот так с дьяволом, со змеем поговорила, немножко подразочаровалась, да, посмотрела, так подумала. Как-то Бог, наверное, не до конца с нами честен. Сравнительный анализ. Они были в присутствии Бога. Мы с вами не были в таком личном контакте и тесном присутствии. Я уверен, Бог прекрасен. Посмотрите на зеркало, даже если вы не особо нравитесь сами себе. Мы прекрасны, как творение, а мы созданы по образу и подобию Божию. И Бог несет в себе совершенство. Каждый раз, когда они встречались с Богом, они встречались с совершенством. Перед ними был образ совершенства. А его присутствие. Даже здесь, на земле, в церкви, когда мы в молитве входим в его присутствие. Насколько нам хорошо в его присутствии. Насколько успокаивается наше сердце. Насколько мы переживаем благодать в его присутствии. А они ходили лицом к лицу с Богом. Сравнительный анализ, я говорю. Змей. Мне кажется, ну, как-то визуально отстает образ змея. Даже с ногами. С ногами даже еще более как-то оно контрастно выглядит. С образом Божьим. Ты в присутствии совершенства. И потом ты в присутствии несовершенства. Но ты слушаешь несовершенства больше, чем слушаешь совершенства. Я уже не говорю о мудрости. О том, что они там говорили. Ведь Бог приходил с ним не о погоде разговаривать. У них была одна и та же погода каждый день. Идеально. Они говорили о глубоких таинствах сотворения Вселенной. Нам даже и не может представиться, насколько глубокие эти были разговоры. И змей. Говорит банальные, плоские, простые вещи. Но способен повлиять на Еву. Для чего я провожу этот сравнительный анализ, чтобы показать. Это не просто слова. Это слова с глубоким демоническим влиянием. Это слова, которые уходят корнями своими в ад. Они подпитываются от того, кто сам глубочайше разочарован. Потому что дьявол не способен быть довольным. Он разочарованный. И мы переходим ко второй мысли, о которой я бы хотел сегодня с вами поговорить. Природа разочарования зиждется на безысходности дьявола. Дьявол однажды был среди огнистых камней. Он был херувимом помазанным. Он был настолько велик, что вообразил, что может быть Богом. И потом он был низвержен оттуда. Низвержен. И у него нет возможности изменить это. Он в глубочайшем разочаровании. Он знал, что это быть рядом с Богом. И он спустился до глубин ада. И у него нет никакой надежды. Его жизнь погружена во мрак, а также те служители, бесы, которые окружают его, они погружены во мрак. Весь ад наполнен абсолютным разочарованием, пустотою. Там нет ни луча света, ни надежды. Когда мы говорим о разочаровании, это не просто поверхностная эмоция. Если эти слова способны прикоснуться твоего сердца, твоей души, они имеют опустошающую, сжигающую силу ада. Они разрушают тебя изнутри, не давая возможности тебе верить, что у Бога для тебя еще есть великое будущее. Когда мы смотрим на разочарование с точки зрения природы, духовной, очень хороший образ, не хороший образ, а, я бы сказал, очень очевидный образ, более правильно будет сказать, мы видим в том, как дьявол поступил со Христом по плоти. Ведь он его не просто убил, он его не просто осудил, он осмеял его, он издевался. Евангелие Матфея, 27 глава, 28-31 стих. И раздев его, Христа, на площади, полк весь вывели, римский, надели на него багряницу, то есть одежду царей, одежду власти. И сплетши венец из терна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский, плевали на него, взяв трость, били его по голове, когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежде его, и повели на распятие». Очень яркий образ, который мы видим, как дьявол поступает с Иисусом. Как я сказал, он не просто его осудил и убил, его цель была в другом. Он хотел разочаровать, он хотел инфицировать Иисуса Христа, разрушить его иммунитет, чтобы Иисус разочаровался в тех людях, которым он служил, кого он любил, исцелял, прощал, совершал великие дела ради них. И вот дьявол вывел все это полчище, и Иисус смотрит на людей, обезумевших от злости, которые делают неадекватные поступки. Дьявол не просто хотел убить Христа, он хотел разочаровать Сына Божьего в человеках, как в продукте, который невозможен переменам, который надо отвергнуть, откинуть, забыть. Терновый венец на голове Иисуса – это образ, который дьявол делает с каждым человеком, это шипы, которые впиваются, парализуют болью твой мозг, твое мышление, которые заставляют тебя думать больше о той боли, которую они причиняют, чем о том, что бьется в твоем сердце. Так бывает в семьях, когда люди, видя эту какую-то свою внушимую неполноценность, начинают смотреть не на то, что было в их сердце, а на то, что ранит их разум. Семьи, которые поддаются этому, которые позволяют себя инфицировать этим разочарованием, да я уже прощала, ничего не получается, я уже служил, ничего не помогает. Терновый венец одевается на голову, и боль сковывает мысли, сковывает мышление. Думаю, как с этим дальше жить? Я больше так не могу, я больше так не хочу. Приходит пустота, приходит разочарование. Когда над ним насмеялись, написано, с него сняли багряницу, но оставили терновый венец. Так поступает мир. Он одевает тебя в багряницу, он обещает тебе власть и влияние. Но такое несоответствие. Иисус в царской одежде и абсолютно пренебрегаемый. Когда они насмеялись над ним, они сняли с него эту багряницу, они оставили его без того, что им обещали. И оставили терновый венец. Дорогие, когда сегодня мы живем в этом мире, и что-то этот мир начинает одевать на тебя, и ты думаешь, вот если я это одену, у меня будет власть, у меня будет влияние, у меня будет все, что мне обещано. И какое-то время даже это может быть. Но потом это снимается, а терновый венец остается. Остается боль. Когда мы с вами идем не путем Божьим, когда мы идем путем плоти, путем мирским, этими поверхностными желаниями, без способности углубиться, без способности проявить волю, проявить силу, просить у Господа благодати. Это не просто шрамы, которые остались после тернового венца. Это шипы, которые продолжают ранить и не дают этим шрамам зажить. И ты несешь это из своего прошлого, где над тобой когда-то посмеялись. И смех уже застыл в тишине. И влияния того, и возможностей тех уже давно нет. А шипы продолжают впиваться в твою голову мыслями и не дают возможности тебе посмотреть на других свободно. Эта боль, которая была в Иисусе, она не изменила его мышление. Она не преобразовала его. Она не дала ему инфицироваться. Он продолжал служить. Как возможно, будучи в этом терновом венце, распитым на Голговском кресте, продолжать служить людям, которые вот недавно распинали тебя? Те же лица, те же тела, та же сущность. Два бандита. Один хулит и проклинает, другой просит вспомнить. И Иисус перед последним своим вздохом, избитый, оплеванный, осмеянный, израненный, продолжает верить в человека, что человеку возможно спастись и дает этому преступнику шанс быть в вечности вместе с ним. Как это возможно? Человеку невозможно, но Богу все возможно. Возможно, мы сегодня смотрим на наши семьи, на тот труд, который мы продолжаем нести, и кажется, что только терновый венец остался на твоей голове. Что та фата, тот костюм, то торжество, то свадьба – это вообще какой-то смех был. Ради чего все это было? Зачем все это было? Может быть, это было совсем не нужно, потому что осталась только боль. Недавно я слушал проповедь одного мужа Божьего. Он говорил о семье. Интересную статистику он привел. Если я не ошибаюсь, но, насколько я помню, я не ошибаюсь. 85% от семей, которые приняли решение развестись, то есть они уже приняли решение, они уже внутри себя сказали, а некоторые уже подписали документы, мы разводимся. 85% из них, которые приняли решение, мы попробуем, мы продолжим работать, они проявили духовную дисциплину, они пошли к наставникам, они простили друг друга. 85% восстановилось. Они могли разлететься, как осколки, но они не позволили этому терновому венцу на их голове разочароваться в том, что Бог однажды подарил им. Нам необходимо понять, что то, что делает дьявол, то, что он пытается внести в нашу жизнь, если мы только это примем, разочарование, оно будет переходить с тобой из одной твоей формы жизни в другую. Если ты думаешь, что разочарование можно остановить тем, что этот человек уйдет из твоей жизни или этот человек придет, ты глубоко заблуждаешься. Ты просто будешь это, как проказу, нести с собой из отношений в отношений, из дела в дело, из сути в суть. Это как такое, извините, слово, оно церковное, помазание, и оно, ну, его, наверное, не очень хорошо употреблять, когда мы говорим о демонических духах, но это влияние, духовное влияние, которое будет переходить с тобой от одного к другому, или ты позволишь себе, как апостол Павел говорит, что ибо сам Бог по кратковременному испытанию да укрепит, да совершит, да сделает непоколебимым. После этого придет его благодать, после этого придет его сила. Я хочу тебе сказать, разочарование – это выбор. Это не то, что обязательно должно быть в твоей жизни. Это в твоей жизни только по причине выбора. Ты согласился с этим жить. Иисус не согласился с этим жить. Он смотрел на обезумевших воинов. Он смотрел на извращенное человеческое творение. Он создавал человека когда-то. Он знал, не это он вкладывал в человека. Он смотрел на это сквозь кровь, которая стекала от тернового венца по его глазам. Но он знал – они другие. В них есть нечто большее. Дорогие, нам нельзя позволить дьяволу обмануть нас, разочаровать, принести это как должность, как должное в нашу жизнь. И следующая мысль, последняя, которую я сегодня хочу вам оставить для рассуждения – сокрушая разочарование. Сокрушая разочарование. Евангелие Луки, 17 глава, 22-23 стих. Сказал также ученикам, «Придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь». Иисус, разговаривая со Своими учениками, Он говорит им, «Вы не способны оценить до конца то, что вы имеете, и я это знаю. Потому что, когда мое время пройдет, и я буду взяться с этой земли, вы будете мечтать увидеть хотя бы один день из нашего хождения вместе с вами. Вы будете мечтать видеть те дни, когда были исцеления, когда прокаженные очищались, когда вы слышали мои проповеди, когда вы были обеспечиваемы чудесным образом. Вы будете мечтать хотя бы об одном дне, но его уже не будет. Я знаю, что вы, как люди, способны что-то оценить только тогда, когда вы это теряете. Это грустно, но это правда. Это грустно, но это правда. Когда мы с вами живем, и мы имеем с вами определенную семью, взаимоотношения, служение, общение в церкви, возможность обращаться к Божьему Слову, свободу в конце концов, мирное небо над головою, банально буду говорить уже. Нам не кажется это чем-то великим. Мы стремимся. У нас какая-то иллюзия, какая-то цель перед глазами, мы не замечаем ничего. Петр, может быть, смотрел. Я, конечно, это придумываю, этого нету в Писании. Я режиссирую, но Петр или кто-то, кто хотел быть то по правую, то по левую сторону, Яков, Иоанн, смотрели на Иисуса, видели эти толпы, он проповедует. А вы читали Евангелие, что он ни разу не давал им проповедовать на своих собраниях? Ни разу Иисус не давал своим ученикам проповедовать на собраниях? И может, ну, Иисус, уже три года, мы с тобой, ты знаешь, мы как-то уже библейский институт закончили, а ты нас все в деревню куда-то отправляешь проповедовать, да, и в твоей церкви проповедовать в конце концов. Ну, у нас тоже там, знаешь, бесы выходили, и люди исцелялись, как-то уже, ну, Иисус смотрел на них. И, дорогие, вы будете однажды мечтать, сидеть на этой скамейке и слышать слово, которое я вам проповедую. Вы еще напроповедуетесь. У вас впереди еще будет все, о чем вы думаете, но сегодня вы не способны оценить той величины, той глубины, той благодати, которую Дух Святой дает тебе. Ты смотришь на своих детей и думаешь, побыстрее бы ты вырос, но ты будешь мечтать вернуть время, а оно никогда уже не вернется, потому что так устроена жизнь человеческая. Иисус говорит, вы однажды придете к этому осознанию, но для чего я это все говорю? В этот момент, когда приходит сожаление о каких-то упущенных временах, о упущенных возможностях, дьявол, как наперстник, он хочет подменить, он хочет забрать у тебя сожаление и подсунуть тебе разочарование. Нужно бодрствовать, то, с чего я начал сегодня проповедь, бодрствуйте, зная, что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев. Когда я молился, готовился, у меня было пару недель думать, молиться и готовиться к этой проповеди, я верю, Дух Святой положил ко мне эту мысль, чтобы я ее передал вам. Он сказал, когда вы осознали, когда приходит вот это сожаление, вы осознали упущенную возможность, не позвольте дьяволу дать вам разочарование, потому что само осознание упущенной возможности является большим прорывом в духовном вашей жизни. Многие люди вообще живут без осознания. Они никогда не осознали, что имели, что потеряли и что могут иметь. Они просто прожигают свою жизнь. Если ты вообще столкнулся с этим чувством сожаления, от осознания потерянного, это говорит о том, что Дух Святой работает в твоем сердце. Возблагодари Бога за это и не позволь дьяволу подменить это разочарование. Ну да, конечно, все теперь в моей жизни закончено. Да нет! И Иисус говорит, Слово говорит, только я знаю намерение о вас, намерение во благо, а не во зло. Только во мне есть будущее для тебя. Если ты принял сожаление, оберни это сожаление в покаяние. Иисус говорит Петру, я прекрасно понимаю, что придет момент, и вы не сможете следовать за мной. Но я также прекрасно знаю, что то, что я посеял в тебя, достаточно сильно, чтобы помочь тебе пройти. Ты будешь иметь сожаление, но твоя вера не будет разрушена, если в тебе не будет разочарования. Наше сожаление – это не беда. Наше сожаление – это прорыв. Когда я говорю слово «прорыв», я бы вспомнил еще Ниневию и Царицу Южную. О них говорит Иисус в Евангелии, Луке, 11 глава, 31-32 стих. «Царица Южная восстанет на суд с людьми и рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Когда мы читаем эти слова Христа, Он производит суд над своим поколением, над своими современниками, и Он не делает это как бы обобщая всех, но Он показывает контраст. Он говорит, была Ниневия, такой великий город, его безумие, его грех был настолько велик, что я хотел стереть его с лица земли, и я послал туда пророка, и знаете, пророк-то был не совсем адекватный, не совсем адекватно себя вел, но когда Он все-таки дошел до Ниневии, при этом Он нехорошо пах три дня в очреве рыбы, я не думаю, что это хороший дезодорант, и Он пришел в народ, который не знает Бога Израилева. Это не то, что Он пришел в христианскую культуру или в израильскую культуру, Он пришел к тем, которые вообще Бога не знают. Представьте, эти люди живут в своей культуре, со своим пониманием, со своей политикой, со своим воображением, и приходит какой-то парень, от которого плохо пахнет, он говорит, я пророк, принес вам слово, вы все умрете, все будет снесено здесь. Ну кому мы вот так вот сегодня легко поверим? Ну представьте, по Невскому идет не очень вкусно пахнущий человек и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Вы что, на колени падете? А Ниневия, Ниневия пала. Она сокрушилась. Три дня поста и молитвы, все, включая животных, они настолько сокрушились и покаялись. Почему? Они сожалели о том, что они делали. И здесь я бы хотел показать вот эту силу, которая сокрушает разочарование, которая способна победить разочарование внутри нас. Это семя. Когда Экклесиас говорит, кто приведет меня после смерти посмотреть на то, что я сделал? Он как бы говорит о безысходности, о том, что однажды придет порог жизни, после этого порога, я не знаю, что будет происходить. Иисус не так говорил. В Иисусе не было обреченности. Он говорит, я семя, я умру, я принесу много плода. Он не имел обреченности в себе, он не имел разочарования, он знал его жизнь, его откровение, его служение. Это семя, это семя, которое будет в семье иметь бесконечные вариации развития в славу Божью через нас. Это семя произвело миллиарды сквозь эпохи, сквозь поколения. Его имя не смогли стереть ни вожди народов, ни политики, ни финансы, ни философия, ни идеология, не смогли закрыть ту силу, которую Христос принес, потому что в нем было семя. Когда я говорю о семени, Иисус говорит, я есть семя, а вы есть почва. Добрая почва приносит 30, 60, 100 крат. И мы сразу, когда говорим о доброй почве, думаем, но, наверное, это не обо мне. Ведь мы характеризуем, как добрую почву? Ну, наверное, это идеальный человек. Наверное, у него прекрасное прошлое. Но Иисус говорит о Ниневии и царице Южной. Ниневия не была с прекрасным прошлым. У нее было ужасное прошлое, но она стала прекрасной почвой, которая принесла плод и прославила Бога, перешла в Евангелие. Немногие города в позитивном своем смысле перешли в Евангелие, а они перешли туда, они имели ужасное прошлое, но имели прекрасное будущее. разочарование закрывает нас от семени, сожаление открывает нас для результата, для плода. когда Господь говорил через Иоанна своему служителю, вспомни, откуда ты не спал и покайся. Да, Он вызывал в нем чувство сожаления, но не чувство разочарования. Он говорил, тебе нужно сожалеть о том состоянии, но не разочаровываться от того, что ты имеешь, а обратиться, вернуться, возревновать о том, что было уже в твоей жизни, возвращать. Это не была шутка над тобою, это не была ошибка, это то, что возможно в твоей жизни к возвращению. Семя несет в себе колоссальный потенциал. Прославление, пожалуйста, выходите, чтобы уже служить вместе со мной. когда мы смотрим на семя, это не входит в мышление человека. Нам трудно осмыслить силу семени. Нет, понятно, семя, когда мы говорим о семени злаков или фруктов, но семя человека. Как его понять? Как его осмыслить? Ведь из этого эмбриона, из этого семени в определенные процессы возраста вырастают определенные органы, которые абсолютно из разных материалов. Ведь наши глаза по материалу отличаются от наших зубов, а наши зубы отличаются от нашей печени и так далее. Наши сосуды отличаются по своей структуре. Но у нас не было фабрики, нас не собирали на конвейере. Это произвело одно семя. Как это возможно? Из этого крохотного соединения разные материалы в разное время, с разными объемами, с разной последовательностью, но все соединяясь, наш мозг вырос. Вы представляете? Вы представляете? Его не собрали из плат, из соединений, из микрочипов. Он вырос. Он наполнил черепную коробку. Он способен прорабатывать миллиарды информационных сведений. И все это из крошечного семени. Когда дьявол хочет нас разочаровать, нам нужно возвращать себя к семени. Поэтому Иисус говорит, когда вы обернетесь, и вы будете желать видеть хотя бы один из моих дней, и вам будут говорить, вот там, вот здесь, не бегайте, не гоняйтесь, позвольте моему семени продолжать возрастать внутри вас. Да, вы сегодня это не видите. Да, вы сегодня это не понимаете. Да, вы сегодня это не чувствуете. Но если семя есть внутри вас, оно будет расти. Что такое семя? Это дар Божий. Это соединение двух природ. Если мы говорим о человеке, это мужчина и женщина. Если мы говорим о духовном, это Божье и человеческое. Когда семя происходит, это две природы соединяются. Когда я тебе сегодня проповедую, здесь откровение Божье. Оно соединяется с твоим интеллектом, с твоей душою. Оно что-то зарождает внутри тебя. Об этом Иисус говорил. Семя, которое упало, оно способно произвести плод. Когда женщина идет на первые УЗИ, сейчас есть такая возможность посмотреть, что внутри тебя происходит. Я имею в виду женщина, которая забеременна, за чела. Она смотрит, и там не принцесса с голубыми глазами, золотистыми волосами. Там головастик. Там что-то непонятное. Но девушка почему-то не рыдает, и не плачет, и не говорит. Я-то думала, вот соединившись с этим мужчиной, у меня будет прекрасное творение, прекрасный ребенок, а я как лягушка-царевна смотрю на какого-то головастика внутри себя. Она не плачет, она радуется, потому что внутри нее семя. Она еще не видит конечного результата этого семени, но она знает, этот результат будет. Это семя вырастет, все вырастет, все будет так, как должно быть, как Бог сотворил, как Бог заповедовал. Когда мы с тобой смотрим сегодня на свою жизнь, нам иногда кажется, это не может быть от Бога. Так не должно быть в моей семье. Если бы Бог соединил нас, говорят некоторые, через месяц своей совместной жизни, если бы Бог нас соединил, мы бы на руках друг друга носили, Он бы не носки мне грязные кидал под кровать, а цветы бы мне кидал на кровать каждое утро, прежде чем я проснусь. Это, наверное, не Бог. Послушай, ты видишь головастика просто. Ты еще не видишь то, что Бог запланировал, потому что оно в процессе роста. Оно в процессе роста. Завершаем. Я хочу прочитать из первого послания Петра 1 глава, 23-25 стих. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господнее пребывает вовек. И это есть то Слово, которое вам проповедано». Петр сравнивает временное и вечное. Он говорит, не смотри на этот цвет на траве, не смотри на эти багряницы мира, как много людей попались на этих багряницах, как многие люди хотели одеться в эти багряницы, а одевшись, чувствовали себя осмеянными, избитыми, оплеванными, раздетыми и в наследие оставленными только терновые венцы и воспоминания. Петр говорит, посмотри на вечное. В тебе есть нечто большее, в тебе есть нечто вечное, то, что растет, оно не будет бесследно, оно произведет свой плод, оно произведет свой результат. Не дай этому семени умереть, не дай ему погибнуть, не дай дьяволу обмануть. О, ты плохая почва. Почему я плохая почва? О, у тебя такое плохое прошлое. Я лучше тебя знаю, мое прошлое, но не в моем прошлом суть моего будущего. Мое будущее определяется семенем, которое Бог посеял в меня. И если Бог дает мне дыхание жизни, значит, его семя продолжает расти. И если я сегодня на УЗИ духовном вижу еще головастика, если я еще не вижу славы, если я еще не вижу величия, это не значит, что еще будет. Если у меня сегодня, вы видели младенцев? У них зубов нет. Они улыбаются, думают, что они такие миленькие, они страшненькие, они беззубые, как бабушка. Когда бабушка точно так же улыбается, ты не смотришь на нее так, как на младенца. По-другому смотришь. Помогаешь бабушке обрести зубы у стоматолога. Но ты не помогаешь младенцу приобрести зубы у стоматолога, потому что ты знаешь, он в процессе. Его рот наполнится. У него будет прекрасная белоснежная улыбка. У него будет возможность. У него нету зубов, чтобы он мамку не травмировал сейчас просто. Доверяясь Божьему Слову, доверяясь Его Семене, мы никогда не будем жить в разочаровании. Я буду погружать свою жизнь в Его присутствие. И если даже мне нужно пройти какой-то период с терновым венцом на голове, когда я не понимаю, что творит в моей семье, что творят мои дети, что происходит в моей работе, что происходит с моими финансами, даже если я не понимаю, и в мое мышление впитываются эти нитки, эти иголки, я пройду это, но я не разочаруюсь. Я буду говорить, благ Господь. Иов прошел непростые времена в своей жизни, но он не разочаровался. И Бог сохранил ему его семью. Давайте встанем для молитвы. Твоя жизнь прекрасна. Твоя жизнь драгоценна. Если бы я был в Америке, я бы сказал тебе, повернись к кому-нибудь и скажи, ты не головастик. Но так как мы в России, я скажу тебе, скажи сам себе, я не головастик. Я семя. Внутри меня семя. Моя жизнь не безцельно потраченная. Даже если я не вижу результата, я буду взирать на свою жизнь с удовольствием. Я знаю, я стал семенем для кого-то. Я стал семенем для моих детей. Я стал семенем для моей церкви. Я стал семенем для моих соработников. Я оставил за собой след. И если я его не увижу, они его увидят, потому что в нем есть жизнь. Я не позволю дьяволу разочаровать меня. Я буду жить и прославлять моего Бога. И я увижу лучший день. Редактор субтитров А.Семкин